на канал за герд поступил такой вопрос часто обижаясь по пустякам как от этого избавиться не сказать что обидчивость это состояние конечно еще такого несовершенства в духовной жизни когда слишком много в человеке бывает самолюбия от самолюбия такая некая ранимость излишняя чувствительность кажется что все это самолюбие может задеть это очень болезненный процесс кроме того обидчивость может стать некой привычкой дурной когда человек привыкает так реагировать на все он делает это годами у него складывается некий такой навык обижаться через обиду ну как бы манипулировать другими человеком вот он обиделся значит человек чувствует себя неловко и должен него лишний раз там просить прощения и как-то примиряться а через это можно проводить свою линию это бывает сознательно будет не сознательно поэтому надо сразу сказать что обидчивость это качество дурной от него надо избавляться и надо обращать внимание на то что у нас это есть потому что если мы не простим то и мы бы не прощены тоже господь говорит что не судите если вы будете таким судом вы сводите таким осудит и вас таким вы будете судимы поэтому когда мы слышим что-нибудь обидное прежде чем обидится надо постараться ну понять почему человек так сказал он сказал потому что он устал в конце концов потому что эмоционально как-то немножко возбужден и не управлять своими словами потому что он хочет сказать другое не 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 те слова которые нас задели а надо понимать что смысл то его речи какой-то более глубокий поискать этого смысла изначально надо настроиться на то чтобы чек услышать они чтобы сохранить свое самолюбие такой правильный настрой услышать человека поможет нам на него не обижаться правильно воспринять но и потом самое главное когда чек бывает трудный когда он как-то может нас задеть надо потерпеть его как некого помощника в духовной жизни то же если все люди будут простыми если нам будет все легко даваться если нас вообще не трогать до эгоизм у нас будет расцветать пышным цветом а если к нам встречаются люди трудные которые нас задевают на которых мы можем обидеться таких людей надо принимать как помощников и бога за это благодарить поверье если помощников таких немало то и жизнь наша духовная управиться лучше потому что там мы потерпим тут мы посмиряемся здесь мы простим здесь мы преодолеем ропот здесь мы попробуем человека оправдать и так душа будет закаляться закаляться вот в том чтобы быть больше смиренный чем эгоистически чувствительный чтобы быть более духовной чем плоской и думайте материальной чтобы быть материальным чтобы быть более возвышенный а не обращать внимание на низкое наземное на малозаметное малозначимое которые быстро проходит поэтому слава богу что нам не так легко жить нам приходится многое преодолевать много потерпеть и так друг друга тяготы носите господь говорит и так исполните закон христов внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и так далее и и и и